Приватизация состоялась. 20% акций Роснефти приобрели шейцарская компания и Катарский государственный фонд. Поддержка бизнеса и предоставление социальных услуг на селе. Высший совет при губернаторе собрал всех руководителей поселений. Вместе с главой региона, органами власти и общественными организациями они обсудили развитие региона в новых экономических условиях. Первое заседание в новом составе. В избирательной комиссии Ненецкого округа избрали председателя, заместителя и секретаря. Ань Тарова, здравствуйте! С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Удачное время для удачной сделки. На растущем рынке приватизирован почти 20% пакет акций компании Роснефть. Президент страны Владимир Путин отметил, время для проведения сделки было выбрано удачное. Уже в ближайшее время в бюджет страны поступят сотни миллиардов рублей. Причем, несмотря ни на какие санкции, свои средства в российскую экономику вложили иностранцы. Акции Роснефти выставили на продажу месяц назад. Коммерческие переговоры были проведены более чем с 30 компаниями, фондами, профессиональными инвесторами, финансовыми институтами стран Европы, Америки, Ближнего Востока, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате пятилетний контракт на поставку нефти подписан со швейцарской Глинкор. И все это происходит на фоне растущих цен на черное золото. Это отражается и на стоимости самой компании. Так что в этом смысле время очень удачное. Общий объем сделки значительный – 10,5 миллиардов евро вместе с компанией «Башнефть», которую вы приобрели совсем недавно, это 17,5 миллиардов долларов. Приход новых инвесторов будет повышать, улучшать корпоративные процедуры, прозрачность компании. Соответственно, в конечном итоге будет приводить и к росту капитализации. При этом контрольный пакет самой компании остается в руках российского государства, 50 с лишним процентов. В целом это очень хороший результат. «Руснефть» уже несколько месяцев удерживает звание самой дорогой компании России. Только по скромным подсчетам контрольный пакет акций государства в результате этой сделки подорожает еще на 80 миллиардов. Деньги инвесторов должны поступить в казну уже в середине декабря. Сделка является не просто портфельной инвестицией, а является стратегической и имеет дополнительные элементы, такие как заключение долгосрочного поставочного контракта с Глинкором, согласование позиций на рынках в результате этой работы, а также создание специального предприятия по добыче вместе с этим консорциумом, как на территории Российской Федерации, так и по международным проектам. Эта сделка принесла и первые плоды. Рубль на фоне продажи акций «Роснефть» уже укрепился почти на 1% по отношению к доллару. Растут в цене и акции «Глинкор». Новые подходы для развития территории в новых экономических условиях – такова генеральная идея выступления губернатора Ненецкого округа перед главами муниципалитетов на Высшем Совете. Он прошел сегодня. Игорь Кошин сделал акцент на трех направлениях, которые были заданы президентом Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию. Это развитие малого и среднего бизнеса, сокращение неэффективных бюджетных расходов и передача части государственных полномочий некоммерческому сектору. Причем это должно внедряться как на уровне региона, так и муниципалитетов. Свежее молоко для всех жителей Неси и семь новых рабочих мест. Глава Канинского сельсовета Галина Александровна рассказывает о достижениях поселения в части развития малого и среднего бизнеса. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства закупил оборудование на переработку, потому что вторую партию молока вечернюю они все-таки перерабатывать хотят, потому что требуются и сливки, и йогурты тоже спрашивают. Но и есть планы по увеличению поголовья. Успехи в этом направлении есть и в Тельвиске. Фермер взялся держать не только коров, но и кроликов, кур, гусей. Пополнение в семье буренок дает возможность вывозить молоко и в Наринмар. Еще один потенциальный фермер в Тельвиске собирает документы на открытие хозяйства. Третий пока думает, есть ли смысл регистрироваться. Он боится чего, вот он говорит, я сейчас зарегистрируюсь, буду получать субсидию. Я говорю, ну, а что плохого в этом, будешь развиваться. А вдруг я, ну, то есть мне же нужно будет потом налоги платить. Я говорю, ну, пока там налоговые каникулы есть. То есть ты, с учетом того, что это молоко разбирать будет 100%, и город рядом, то есть можно было реализовать в городе эту продукцию, и в городе тоже будут забирать это. Ну, точно знаю. Но пока не соглашается. Какая нагрузка помимо отчислений во внебюджетные фонды ложится на плечи предпринимателей, пояснил Олег Белак. Если после окончания налоговых каникул, если у него половина деятельности стоит в сельскохозяйстве, он подтверждает, что у него в структуре выручки не менее 60% является сельхозпродукция, у него налог общий составляет 6%. Реальные производители сельхозпродукции есть сегодня и в Андиге. Три коровы дают возможность пить свежее молоко не только в деревне, но и на Эльминомносе. На высшем совете при губернаторе фонд поддержки предпринимательства договорился о тесном взаимодействии с Великовисочным и Тиманским сельскими советами. Там есть желающие открыть мини-фермы. По словам Игоря Кошина, именно развитие малого и среднего бизнеса на сегодняшний день является точками роста для региона. На сегодняшний день молочку завозим, мясо завозим, рыбу и ту привозим, картофель завозим, овощи все завозим. В этом же вся наша проблема. Ведь посмотрите, что происходит по другим субъектам и по другим муниципальным образованиям. Там все живут на своих ресурсах, а дотации субсидий получают на те полномочия, которые связаны с культурой, образованием, спортом. Если производители поставляют свежую продукцию на сельский рынок и создают новые рабочие места, некоммерческие организации станут хорошим подспорьем в части оказания социальных услуг. Это направление в селах только зарождается. В 2016 году были открыты три некоммерческие организации в Индиге, Тельвиске и Великовисочном. Они занимаются организацией досуга, созданием условий для занятий спортом и физкультурой. Однако необходимые организации, которые бы обслуживали на дому, работали с инвалидами, неблагополучными семьями и детьми. Среди желающих заняться этим направлением – Красный Крест, Центр, Радуга жизни, Клуб Скандинавской ходьбы. Я бы хотела, чтобы я могу неделями уважить, обучить лечебной физкультуре, адаптивной физкультуре, с инвалидами проработать, по оптимизации питания информацию дать, как питьевой режим соблюдать, чтобы не в больнице человек шел, а чтобы он жил. Чтобы получить средства за оказание услуг, необходимо зарегистрироваться и быть внесенным в реестр поставщиков социальных услуг. Губернатор поручил главам поселения провести анализ потребностей сельских жителей в социальных услугах. Эту работу необходимо провести до 1 марта 2017 года. Результаты исследований позволят органам региональной власти более точечно внедрять механизмы поэтапного доступа НКО к оказанию соцуслуг населению. Валентина Чибичек, Вадим Сосюк, Телеканал Север Теплый праздник в большой компании Региональное отделение Всероссийского общества слепых организовало праздник в честь Дня инвалида. Назначен управляющий отделение Фонда социального страхования. Нового руководителя представили главе региона. В ситуационном центре состоялось заседание нового состава окружной избирательной комиссии. На нем путем тайного голосования избрали председателя избиркома Неницкого округа, его заместителя и секретаря. В соответствии с окружным законом, избирком Неницкого округа формируется в составе 10 членов комиссии с правом решающего голоса. Половина членов избирательной комиссии назначается окружным собранием депутатов, другая половина – губернатором округа. Центральная избирательная комиссия России предложила на должность председателя избиркома кандидатуру Георгия Попова. Члены комиссии путем тайного голосования кандидатуру единогласно поддержали. Также утверждены на должность заместителя председателя Мария Угловая, на должность секретаря Людмила Тоскаева. Напомню, срок полномочий избирательных комиссий – 5 лет. Перед новым составом задачи стоят такие же, как и перед старым. Самое главное, чтобы провести все эти предстоящие выборы в ближайшую пятилетку, и чтобы эти выборы были прозрачными, легитимными и понятными для избирателей политических партий. Самое главное, чтобы члены комиссии могли себя отождествлять с людьми, которые могут и в силах организовать выборный процесс, в том числе избирательная комиссия. Ее роль – это регулятор избирательного процесса. То есть во многом члены комиссии будут рассматривать всевозможные споры кандидатов, политических партий. И здесь самое главное – беспристрастность, чтобы рассматривать беспристрастность и принимать действительно объективные решения. Георгий Попов в должности председателя избиркома будет работать второй созыв подряд. В период с 2009 по 2011 годы он был заместителем председателя окружной избирательной комиссии. В Ненецком округе назначен новое управляющее отделение Фонда социального страхования. Кандидатуру Алексея Чупрова, главе региона Игорю Кошину, представил заместитель председателя фонда Алексей Поликашин. Алексей Чупров имеет два высших образования по специальностям промышленное и гражданское строительство и юриспруденция. Почти 20 лет он отдал службе в управлении МВД России по Ненецкому округу, пройдя путь от участкового инспектора, дознавателя до заместителя начальника управления. В 2014 году перешел в окружное учреждение Государственное юридическое бюро на должность ведущего юрисконсульта. Данная сфера очень ответственная и важная, тем более это гарантированное обеспечение граждан пособиями, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Поэтому в крышащие сроки надеюсь изучить обстановку дел в новом для меня ведомстве. Ну и хочу заверить, что коллектив регионального отделения справится с поставленными государственными задачами. Как отметил глава региона Игорь Кошин, фонд социального страхования – верный помощник для всех жителей, которые в этом особенно нуждаются. Региональное отделение фонда социального страхования России по Ненецкому округу обеспечивает техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение инвалидов. Осуществляет финансирование программы родовых сертификатов, выплаты по временной нетрудоспособности, беременности, ведет страхование от несчастных случаев на производстве. Самое главное будет пожелание работать в тесной связке с нашим департаментом здравоохранения и специальной защиты, с нашими некоммерческими организациями. Одно из самых главных пожеланий – это, безусловно, работать в тесной связке по оказанию помощи наших жителей. Вы знаете, не понаслышке они мне очень нуждаются. И очень здорово, что вы имеете огромный опыт, вы прошли путь в участвовании, имеете очень серьезную юридическую подготовку. Фонд социального страхования контролирует начисление и расходование средств социального страхования. С фондом сотрудничает окружной департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Праздник доброты и милосердия в Ненецком округе в рамках празднования Дня инвалида для членов Всероссийского общества слепых организовали ставший уже традиционным праздничный вечер. Для всех, кто пришел, это мероприятие – настоящий праздник и повод встретиться со знакомыми и просто хорошо провести время. Михаева Лариса состоит в обществе слепых 4 года и на это мероприятие приходит тоже в четвертый раз. Для нее это большая возможность выйти из дома и в спокойной, уютной атмосфере – просто хорошо провести время. Вот мы как инвалиды сами по себе очень редко куда можем выйти, потому что у нас, допустим, я инвалид по зрению, очень сложно куда-то выходить в люди, потому что не все понимают, что человек плохо видит. Некоторые там, в общем, относятся к этому не очень понимающие. Кроме Ларисы на праздник пришли еще около 20 человек, а всего в окружной организации Всероссийского общества слепых состоит 126 людей с ограничениями по зрению. Члены общества защищают права и интересы инвалидов, занимаются их социальной поддержкой, реабилитацией и интеграцией в общество. Ну, пожелать, в нашем инвалиде нам пожелать здоровья и счастья. У нас вот то, что заканчивается год. Год прошел у нас хорошо. Поблагодарить администрацию, что они нам помогают, и в тяну, и компанию. И думаем, что в дальнейшем у нас помощь будет. Мы по натуре оптимисты. Оригинальный и эффективный способ поздравить родных и любимых. Телеканал «Север» запустил новогоднюю почту. Это уникальный шанс сказать теплые слова, которые прозвучат на всю страну. Праздник к нам приходит. В Наринмар доставили 11 тысяч новогодних подарков для детей Неницкого округа. Из них более трех тысяч направят детям, проживающим в сельских поселениях. Вручать сюрпризы будут на новогодних мероприятиях, в школах и детских садах. Исключением станут отличники. Они получат свои подарки раньше других. В этом году новогодние подарки, приобретенные за счет средств окружного бюджета, адресованы детям от года до 16 лет. Каждый новогодний сюрприз традиционно состоит из двух частей. Различных кондитерских вкусностей и фетровой игрушки на елку в виде Деда Мороза. Подарок представляет собой жестяную банку в виде домик-теремок. И содержимое в нем – кондитерские изделия весом до 1 килограмма. Ассортимент очень разнообразный. Это и шоколадное яйцо сюрприза, молочный шоколад, вафельные конфеты, конфеты-ассорти с различными начинками. Также представлен отдельно подарок для отличников. Это спортивная сумка и мешочек дополнительно еще с кондитерскими изделиями. Средняя стоимость такого новогоднего сюрприза в результате конкурсных процедур составила 630 рублей. Выиграла конкурс московская фирма «Академия подарка». В настоящее время осуществляется поставка подарков в дошкольные общеобразовательные учреждения и в муниципальное образование округа. Неорганизованным детям в возрасте от года до 7 лет выдача подарков будет проводиться в комплексном центре социального обслуживания с 15 декабря. По адресу улица Рабочая, дом 18, с 9 до 16.30 часов. Вы хотите необычно и красиво поздравить своих родных, близких, друзей и знакомых с Новым годом и Рождеством? У вас есть уникальный шанс сделать это в эфире телеканала «Север», став участником программы «Новогодняя почта». Ваши видеопоздравления увидят во всех уголках страны. Совсем немного времени остается до Нового года. Это значит, что пора подумать об оригинальном поздравлении друзей и близких. Вы еще не придумали, чем их удивить? Телеканал «Север» сделал это за вас. Отправьте оригинальную видеооткрытку. Запишите видеопоздравления в студии телеканала «Север» и ваши теплые слова смогут услышать по всей стране в программе «Новогодняя почта». Так вы сможете поздравить с главными новогодними праздниками тех, кто вам дорог, где бы они ни находились. Красивое оригинальное поздравление вам поможет записать команда профессионалов. В пакет услуг проекта «Новогодняя почта» входит экспресс-макияж от мастерской красоты «Пудра» в подарок, профессиональная видеосъемка в студии телеканала обойдется вам в 700 рублей, профессиональная фотосессия – 500 рублей, выход видеопоздравления в программе «Новогодняя почта» бесплатно, приобретение видеофайла с записью поздравлений программы – 500 рублей. Льготным категориям граждан, пенсионерам и многодетным семьям, организованным группам от 10 человек, действует скидка в размере 20%. Узнать всю информацию об условиях акции, забронировать удобное время для участия, а также получить консультацию о том, как записать поздравления, подготовиться к съемкам, где и в какой день его смогут увидеть ваши друзья и близкие, вы можете, позвонив по номеру телефона 21717. Жители отдаленных населенных пунктов Ненецкого округа тоже могут отправить свое поздравление на телеканал «Север», воспользовавшись сервисом «Телеблог». Все подробности на нашем сайте trksever.ru. Поздравьте друзей и близких с Новым годом и Рождеством красиво! Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Золотые хиты Валерия Абадзинского и Муслима Магомаева вживую прозвучат со сцены Дворца культуры Арктика. Их исполнит обладатель лирического тенора, лауреат международных и всероссийских конкурсов Игорь Самарин. Я считаю, что все, что связано с творчеством Валерия Абадзинского, Муслима Магомаева, читается народным достоянием и нашим культурным наследием. Я пою эти песни и на концертах всегда говорю, дорогие друзья, давайте вспомним наших легендарных певцов. И вы будете вживую, да? Только вживую. Только. Никогда не прибегаю к этим фокусам, так сказать, приемам, способам. Считаю, что это нечестно в отношении зрителя. И надо сказать, что я впервые нахожусь на Ринмаре. Я не ожидал, что здесь такие теплые люди. Игорь Самарин родился в Перми. В детстве выступал на лучших площадках уральского города. Но профессиональное музыкальное образование получил уже в северной столице. Он окончил одну из самых лучших частных школ в Санкт-Петербурге при Петровской академии. Уроки музыкального искусства ему преподавала одна из выдающихся педагогов Европы Валентина Чечнева. Благодаря уникальному педагогу и природному таланту, сегодня Игорь Самарин – один из самых любимых исполнителей северной столицы. Самое значимое выступление для меня в жизни состоялось в Петербурге в прозапрошлом году. Это концерт с мировой звездой Робертин Лоретти в Ледовом дворце, который прошел при полном аншлаге. Послушать золотые хиты в исполнении обладателя красивого лирического тенора Игоря Самарина можно 11 декабря в 19 часов во Дворце культуры Арктика. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Лакомбой, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok